Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник, в День памяти святой равноапостольной великой княгине российской Ольге во святом крещении Елены, за богослужением читаются два евангельских зачала. Одно посвящено памяти святой, это Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 36 по 50, и рядовое чтение дня от Матфея, глава 16, стихи с 1 по 6. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно приступишеко Иисусу Фарисеи и Саддукеи, искушающего просише Его знамение с небесе показати им. Он же, отвечав рече им, вечеру бывшу глаголите ведро, чернует бося небо, и утру, днесь зима, чернует бося адресилуе небо. Лицемери, лице оба небесе умейте рассуждати, знамени же временом не можете искусити. Рот лукав и прелюбодеянный знамение ищет, и знамени не дастся ему только знамени ионы пророка. И оставль их от Иди, и пришедше ученицы Его на Он пол, забыше хлебы взяти. Иисус же рече им, внемлите и блюдитеся от кваса фарисейска и саддукейска. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время приступили к Иисусу фарисеи и саддукеи, и, искушая Его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице небо вы умеете, а знамений времен не можете. Рот лукавый и прелюбодеянный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамений ионы пророка. И оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им, смотрите, берегитесь за кваски фарисейской и саддукейской. После чудесного насыщения четырех тысяч человек семью хлебами, Господь тотчас отправляется в пределы Магдалинские на западный берег Галилейского озера. И как только Спаситель прибыл в Магдалинские пределы и вышел на берег, к нему тотчас приступили фарисеям и саддукеи. Они имели точные сведения о всех совершенных Господом чудесах, и тем не менее, искушая Его, просили показать им знамение с неба. Под знаменем они подразумевали какое-либо чудесное явление, которое могло быть для них и для всех остальных людей ясным доказательством Его божественного достоинства как Мессии. Борис Ильич Гладков пишет, требование это объяснялось как бы желанием их уверовать в Иисуса, если сам Бог знаменем с неба подтвердит им, что Иисус действительно Мессия. На самом деле, они лицемерили, они уверены были, что Иисус ради удовлетворения их любопытства не даст и теперь им никакого знамения с неба, как не давал и прежде. А это, по их мнению, даст им повод разглашать в народе, что Иисус, не могущий дать знамение с неба, не может быть признан Мессией. А потому они и настаивали на своей просьбе. Необходимо заметить, что фарисеи и саддукеи придерживались совершенно противоположных взглядов, как в вере, так и в политике. Если фарисеи жили по мельчайшим нормам неписанного и писанного закона, то саддукеи отвергали неписанный и книжный закон, признавая в качестве закона своей жизни только слова Библии. Фарисеи верили в ангелов и в воскресение тела, в то время как саддукеи не верили. Кроме того, фарисеи ждали пришествия Мессии, а саддукеи нет. Еще одно важное отличие заключалось в том, что фарисеи не были политической партией и были готовы жить при любом правительстве, которое позволяло им придерживаться их религиозных взглядов. Саддукеи же были небольшой партией богатых аристократов, полностью готовых сотрудничать с римским правительством и служить им, чтобы сохранить свое богатство и свои привилегии. Таким образом, едва ли можно было найти две более различающиеся между собой партии, и все же они сошлись в своем злобном желании уничтожить Иисуса Христа. Понимая все их лукавство, Господь обличает их словами. «Вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице небо вы умеете, а знамени и времен не можете». Александр Павлович Лопухин замечает. «Они просили какого-нибудь земного необычайного знамения, именно с неба. Христос указывает им на вещи совершенно обыденные и им известные, бывающие на небе, о которых они умеют рассуждать. Но, будучи опытны в метеорологических наблюдениях, почему же они не могут и не хотят понять и убедиться в истинности местианского достоинства Христа, когда Он являет великие знамения?» Испытывая глубокие сожаления и скорбь по поводу ослепления и заблуждения фарисеев и саддукеев, Господь замечает. «Род лукавый и прелюбодеянный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Знамением Ионы Пророка Господь называет свое воскресение из гроба после трех дней и трех ночей. Поэтому Он и говорит об этом, чтобы после воскресения иудеев вспомнили, что Он предсказал и воскресение, с точностью обозначив дни и ночи своего покребения. Блаженный Феофилакт поясняет, «Род лукавый, потому что они искушают его, а прелюбодейный, потому что отступают от Бога и прилепляются к дьяволу. Хотя они просят знамения с неба, но Он дает им только знамение Ионы, то есть как бы указывая на то, что, пробыв три дня во чреве большого кита, то есть смерти, воскреснет. Не желая дольше оставаться с ними, Спаситель, оставив их, отошел». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что вне Иисуса Христа не может быть откровение Божие. «Всякий, кто ищет Бога, может увидеть Его во Христе, потому что Спаситель и является Божьим знамением каждому человеку». И как Христос Сам пришел в мир для спасения всех, явив этим самое большое знамение для каждого из нас, так и нам следует жить в соответствии с верой, которую мы исповедуем. Ведь великая милость Божия заключается в том, что свет Евангелия поставлен на подсвечнике, чтобы все входящие в бытие могли видеть Его и освещать им свою жизнь. Помогай нам в этом, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok